Вьетнамское блюдо Бун Ча. Итак, сегодня у нас в меню вьетнамская кухня. Если вы посмотрите на географическую карту, то вьетнам вы увидите достаточно растянутым. Вот это блюдо на одной стране Вьетнама готовят одним образом, а на другой стране Вьетнама совершенно абсолютно другим. Ознакомьтесь пожалуйста с ингредиентами и начнем наше приготовление. Рисовая вермишель. Мы делаем две порции. Я залью вермишель горячей водой и отставлю на 30 минут. Затем я отброшу на дуршлаг, солью воду и остужу. За это время нарезаем овощи. Пол моркови нам понадобится на две порции. Я хочу сделать все очень красиво, поэтому нарежу морковку цветочками, просто повторяйте за мной. Вот такие цветочки у нас получатся. Нарезаем. При готовлении еды это тоже искусство, так почему бы не сделать все красиво? Ммм, вуаля. А теперь нам понадобится пол огурца. Огурец мы нарежем кружочками, потому что он водянистый и цветочки из него сделать не получится. Вообще вы можете использовать любые овощи для засолки, для приготовления этого блюда. Берем соль, две чайные ложки, засыпаем наши овощи, все хорошо перемешиваем. Затем отставим на 20 минут, чтобы овощи дали воду. Нарезаем один зеленый перец чили, который нам нужен будет для сервировки. И далее 500 грамм свиной вырезки живота. Я не люблю кожу, поэтому я ее просто-напросто срезаю. Далее мы удаляем кость. Кость выбрасывать не надо, это можно использовать потом для приготовления очень много разных блюд. Вообще вы можете использовать любое свиное мясо, где есть чередование мясо-жир, мясо-жир. Нарезаем вот такими кусочками. Посмотрите на толщину кусочка, пожалуйста. Потом мы будем это жарить. Вот такими кусочками нарезаем. Далее нам понадобится одна чайная кружка сахара. Мы будем с вами делать карамельный соус. Для этого нужно плавить сахар медленно на огне. Вот до такого вот состояния. Мы добавляем 2 столовые ложки карамельного соуса в наше мясо. Вообще вы можете использовать этот соус с разными другими мясными блюдами. Молотый чеснок 1 столовая ложка. Красный лук 2 столовые ложки. Сахар 1 столовая ложка. Устричный соус добавляем в объеме 1 столовой ложки. Рыбный соус 2 столовые ложки. Вообще вьетнамцы очень активно используют рыбный соус. Он понадобится вам почти везде. Любая приправа для мяса. 1 чайная ложка или щепотка. Черный молотый перец. По вкусу щепотка. Все очень хорошо перемешиваем массажируя и отставляем на 20-30 минут. Вот наши овощи дали воду. Мы ее сливаем, промываем их дважды. И затем добавляем следующие ингредиенты. 1 столовая ложка сахара. И уксус 2 столовые ложки. Уксус совершенно абсолютно любой, какой у вас есть. Все перемешиваем. Теперь бульон, который потом надо будет остудить после того, как вы его сварите. Нам понадобится 1 чайная кружка сахара. И 1 чайная кружка рыбного соуса. Также мы добавляем туда 6 чайных кружек воды. Все это варим, а затем остужаем. Вот такой у нас получается бульончик. Он должен быть холодным. И добавлять его будем порционно. А теперь давайте пожарим наше мясо. Выкладываем его на сковороду без масла. Если у вас жира на мясо немного, то можно и добавить немного растительного масла. Но лучше этого не делать. Итак, распределяем мясо по сковороде. И затем даем ему лежать на одной стороне, не трогая. Кстати, можно делать такой гриль и на пикнике. Затем, когда с одной стороны мясо покрылось золотистой корочкой, мы его переворачиваем на другую сторону. И ждем, пока оно с другой стороны тоже не покроется золотой корочкой. И тогда все готово. Сервируем в вьетнамском стиле и смотрим, как это должно быть засервировано и как это кушать. И еще хотим поздравить весь Вьетнам с победой в футбольной игре. Поздравления! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok